Итак, продолжаем летсплей игры Сталкер Чистое Небо, собственно мы практически разобрались с этими гробными болотами, повоевали, побегали, понасобирали трофейчиков, убедились, как тут всё весело и интересно, так что теперь осталось захватить последнюю контрольную точку и всё, и наконец-то отправляться в родные места, я так полагаю, эти парни туда же идут, да? Южный хутор, да нет, по-моему, зато по пути сейчас тайнички пособираю немножко, может там что-нибудь хорошее есть, мне нужно всё, мне нужно денежки. В отличие от Тени Чернобыля, где всё можно было достать более простым путём, блин, всякие энергетики дурацкие, так-с, ладно. Уникальные места, конечно, ещё понаделали, это радует, он, например, красивая церковь есть разрушенная, но всё равно в основном игра выглядит просто как всё то же самое, только в другом порядке расположенная. Так-с, ладненько, чё у нас тут? Эти рад, какие-то тайнички скудные, я бы сказал. Эх, хотя чего я хочу, самые хорошие тайники можно только купить, их просто так не получишь, к сожалению. С тупов снимается только всякое фуфло. Кстати, система рангов тут до сих пор осталась, вон у меня теперь, кажется, то ли второй ранг, то ли какой-то ещё. Вообще, куда делся мой интересный винтарь? У меня же он был, или что его учёные съели, которые сдохли. Странно это просто как-то. Такое хорошее оружие было, вместо винтаря у меня теперь какой-то дурацкий калашников. Не, странно, но ладно. В угоду сюжету, по всей видимости, всё это дело делается. Так-с. Последняя пачка бандитов, которую нужно вынести, и наши вот как раз сюда идут, я так понимаю, да? Или нет? Нет, нихрена они не идут. Изволь выносить всё сам. Так, тут на ловца и зверь бежит, смотрю, опять-таки. Давайте-ка что ли повоюем с ними? Блин, чё же они так хорошо меня замечают-то, а? Нас видят! Они нас видят! Да наде вам, уроды! Сухер, пацаны! Кстати, что с прицелом? Почему он какой-то странный? У меня что, а ты только, блин, не знаю, ухом я, что ли, прицеливаюсь или как? Ладно, пофиг. Главное, что сработала ещё одна гора трупов. Так забавно, они все друг на друге лежат, такие все одинаковые, унылые и скучные, несчастные животные. Ну, ладно. Не будем тупить. У нас тут ещё, кажется, пачка несчастных животных, с которыми можно разобраться. Чёрт, нас засекли! А-ау. Трячемся. Хотя чё, парень, на самом деле. У меня же есть калаш, но калаш, наверное, при берегу для кордона пока что. Так-с. Тем более, что... Тем более, что мне его не должно было быть, по идее. Так, вот и наши пруд. Это хорошо. Это замечательно. Пускай они, собственно, и повоюют. Я пока что дома пограблю. Я ж тебя гранатой! Принимай гранату! Я ж тебе гранату! Какие вы все богатые, однако. Полетели подарочки куда-сюда. Хе-хе. Да. Ну давайте-давайте, воюйте, не тормозите, ребятки. Я туда что-то собираю халярку. Так-с. Ай, ну чё меня-то сразу? Я тут самый несчастный не видел. Случайно пристрелил своего, я так смотрю. Но по всей видимости, на наших это не сказалось. Хе-хе. Вот хорошо. Зато получил пистолет-пузмёт ещё один халявный. Чё, я рад. Всё равно он из чистого неба больше не по пути. Когда только я закончу с этим заданием, мы разойдёмся, поэтому можно, в принципе, с ними и повоевать, если что. Хотя, быть, поаккуратнее, мне ещё награду надо забрать с базы. Так что, до сихи следить, куда стреляю. Всё что ли? Так. Да, похоже, враги всё-таки не обыскивают. Похоже, они все друг друга не обыскивают, это хорошо. Молодцы, ребята. Отлично, привод. Пацаны, вы шум по всему. Мы ждём твоего сигнала. Да, я не понял. Трубу вообще возьмут или как? Интересно, как же ты кратция работает на все волны сразу? Да. Спасибо, наёмник. Без тебя бы крышка. Ты заходи к нам при случаях за вознаграждение. Да, уж там накопилось, наверное, изрядненько. Нужно обязательно заглянуть и набрать, прежде чем идти на кордон. Но заодно немножечко поапградиться там, не знаю. Или что-нибудь ещё. Посмотрим. Так, где-то и никто. Ага. Супер. Вот теперь мне есть чем полечиться, что пожрать и так далее. Так что отправляемся пока что на базу Чистого Неба. Ну, с болотой мы закончили, я так думаю. Да. Наши нейтральные убегают от меня. От такого похизора. Ладно. Интрига. Что же мне там дадут? Наверное, там 1500 уже накопилось. 70-150, бронежилет, бин, гранаты, флешки. Ну, в принципе, ничего. Так что ж. Ассортимент у них, конечно, скудный. Так, ладно. А сейчас мы пока что займёмся. Я, конечно, извиняюсь за это, но нужно уделить этому времечко. Разрядки оружия и продажи всего этого ненужного хлама. Ну, впредь я, наверное, буду всё-таки прекращать видео уже, чтобы всё это дело тут не тормозить. Так. Ой, сколько у меня патронов-то уже, я так смотрю. Вот теперь уже точно на все случаи жизни буквально. Ну, да ладно, я рад. Но всё равно пора уже переходить на нормальное оружие типа автоматов. Так. Всё, да? Всё разряжено. Интересно, ставит ли какой-нибудь ружьишко. Это, конечно, забавная вещь, но с другой стороны нафиг не нужная, поэтому... А, хрен с ним. 7 рублей стоит ружьё. Да уж, ну выжилы бы, однако, все. Патрончики можно потаскать, а вот всякие дробовики и обрезы, их уже нафиг нафиг выкидывать будем. Оружие, по сути, бесполезно. Чисто так пострелять для удовольствия. Так-с. Пистолет полинат. Какой у нас получше? Во-о-о-о, от самой новинки, шикарно. Так-с. Угу. ПБ, значит, гораздо лучше моего, поэтому придётся мой продать. Я вообще, конечно, не люблю пистолеты больше, предпочитаю хороший автомат, но с другой стороны, запаску всегда иметь надо. Так, ну-ка, сколько моя куртка стоит теперь? Так-с. Немножко. Ну, ладно, сойдёт. Так-с. Ну, всё, пока что хватит. 10 тысяч, теперь уже можно хотя бы проапгрейдиться и надеть на себя нормальную, тёплую броню и заодно артефакт всунуть. Шикарно. Вот теперь я себя чувствую, человеком. Ещё только флешку отдадим, и всё, отправляемся куда подальше от 100 проклятого места. Так-с. Э-э-э, сколько всяких вкусностей. Дайте я зайду, соберу всё это. Дайте я соберу, ну-о-о-о. Учти, проблемы с жить, что у тебя там? Ладно. Будет ещё какая-то проблема? Подходи. Хорошим людям я всегда помогу. Так, я так думаю, стоит калашников улучшить или всё-таки нет? Я пока что не хочу рисковать что-то улучшать, потому что точно знаю, что оружие ещё может потом понадобиться менять и так далее. Так, ладно, повысим точность. Так уж и быть, хотя бы немножко, чтобы полегче было жить. Ну и увеличенный магазин. Всё, пока что хватит развлекаться. Отправляемся к чёрту отсюда, во. Так, э-э-эм... А есть разница? Ну ладно. Пока что проводники водят бесплатно, но по сути это нужно делать только за деньги. Ну только на стартовой локации бесплатно. Дальше уже, как хочешь, так раскошеливайся. Так, ох, как хорошо. Этого оружия чуть ли до середины игры не было у меня. Теперь прямо с самого начала. Спасибо тем, кто этот трипак делал, по всей видимости. Привет, сталкер! Что скажешь? Они его засунули. Так, не, не понял. А куда же мне ещё тогда надо? На южный хутор, что ли, я так полагаю? Ну ладно. Сейчас будем ещё мучиться бегать туда-сюда. Телепортироваться. Так, да. Хорошо. На болотах, конечно, весело, но... Пора и чей знать. Да, старый добрый родной кордон. Практически без изменений. Это хорошо. Ну хотя, практически, это, конечно, не факт. Пока что ещё... Так, ладненько. Короче говоря, мне теперь нужно за Дик Сидоровичу, который всё это время, видать, там сидел. Вы не состоите из группировки. Вот какие вы, сволочи, а? Взяли меня сразу же, выгнали оттуда. Бессовестные. Так, ну ладненько. Ну что, я так думаю, что стоит заглянуть... Какого хрена-то оружие разряжаешь, идиот? Стоит заглянуть на старый добрый блокпост, в котором я когда-то... На который я когда-то напирал с пистолетом. Ой-ой-ой. Только дело в том, что у них там появился настоящий пулемёт, поэтому нужно бежать очень быстро, а? Да. Похоже, меня сейчас завалят, поэтому... Я, конечно, извиняюсь, что пришлось перезагрузиться, просто... Потому что сразу нехорошо так попал под огонь. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже какая тварь там сидит, а? Меткая. Как они меня вообще увидели, блин, с такого расстояния-то, а? Даже я их не вижу. Ой, кошмар. И сразу же покосили мне весь бронежилет, чёртая мать. Валим-валим-валим. Фух. Вот это те, да, вот это те сравнение называется с оригинальной игрой, блин. Да, забрали уже. Капец, читерство. Как можно с этого пулемёта с такого расстояния попадать по мне? Вообще не понимаю. Так, ну всё, короче, они меня разозлили. Пора пойти и навалять им, короче говоря. Так, не понял, это кто-то гуляет. А, собака, хрен с ним. Всё, они меня разозлили. Сейчас будем ломать черепа. Только теперь уже не с пистолетиком унылым, а с таким же оружием, как и у них. Хотя от пулемёта я бы, конечно, не отказался. Не, ну а что, думаете, кто-то станет убирать здесь это самое дерево, которое поломало забор? Так кому надо, пускай люди ходят сколько хотят. Надо же давать им какой-то шанс, правильно? Так. О. Правда, на чердак теперь не попастье, сколько я знаю, потому что туалет уже не построили в этом месте. Видимо, солдаты ходят в Казавму облегчаться. Так, товарищи. Цель потеряна. Дежурный, поднимай своих гоблинов и прочеши сектор. Всего-то 20 человек. 21. Вы что думаете, я не справлюсь, да? Сейчас посмотрим. Ё-моё. Ни хрена себе народу. На. Уроды. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, это будет весело. На. Да, никого не убил пока что. Ладно, всё ещё впереди. Да. Ой-ёй-ёй-ёй. Да. Меня уже поломали бронежилет ко всем чертям. Так. Первые трупы есть. Хорошо. Вот тупые. Стоит, блин, в забор, смотрит и всё. Шикарная цель там, конечно. Так. Давайте подходить по одному. Как вы это умеете. Не спать, осмотреться. Да. Вот и пошло, поехало. Пошёл процесс, что называется. Ахистские территории от... От этого омерзительного элемента, как спецназ армейский. Такс. Вот дзю. Вообще не реагирует. Вот я и говорю, интеллект искусственный здесь абсолютно тупой. Да. Ладно. Ой, хорошо. Пошли Абаканы. Аптечки армейские. Такое ощущение, что я уже в конце игры нахожусь. Прямо такие. Хе-хе. Ладно. 12 человек это всё ещё много, поэтому не спать, смотреться. Так, всё, меня спалили. Ох ты, телевизор совсем другой здесь стоит, я смотрю. Ну хорошо. Ой, сколько патронов. Ой-ой-ой. Да, мне эта игра определённо начинает тебе нравиться. Типилы, блин. Ой. Синдром штурмовика это очень опасная вещь, я бы сказал. Но только для тех, кто... Кто им болеет. Так. Я могу делать это хоть целый день. Ой. Что я не делаю, я даже не стреляю от меня. Идиоты. Ой, блин. Давайте, ребятки. Ещё, ещё подходите. Ещё. Ой, блин. Ладно, всё, хватит уже дебильного не выкать. Ещё шесть человек осталось. Это, видимо, самые умные, которые догадываются, что они надо подходить по одному ко мне. Да, блин. Такого тупизма я давненько не видел в играх. Да, при том, что игра ведь никакого-нибудь там 2001-2002 года. В принципе, достаточно новая. Не помню, когда она там вышла, в 2009 году или в 2008, я уже, честно говоря, забыл. Но, во всяком случае, не настолько давно, чтобы в ней был бы настолько тупой интеллект. Серьёзно разработанный людьми, блин. Одинаковые бантиты, одинаковые военные, и все лежат такими большими кучами трупов. Очень миленько, как мне кажется. Так, ладно. О, смотрите, ещё один красавчик стоит и не знает даже, что я тут сзади стреляю. Ну, ну, мало ли, надо же всё равно смотреть только за периметром. Это важнее, блин. Наверное. Ой, да, ребята. Эти минуты я не забуду никогда. Очень хорошо, что я это за летсплейл. Так. Миллионы патрончиков. Миллионы оружия. Замечательно. Ну что, у нас тут самые умные остались, надо их, пожалуй, вычислить. Самые умные, я сказал. Нет, я ошибся. Это что это такое? Вы что, хотите, чтобы я вот с этим вот воевал, нет? Hello. О, меня заметили, представляете? Меня заметили, правда. Да. И опять встали. И стоят, и ждут, пока я им выпущу по пулю в голову. Сталкер, сказал мужик, когда в него попали. Хе-хе-хе. Да. Эти чудные мудовения, конечно, просто незабываемые. Так, тут никого не забыл? Да уж. Столько народу полегло. Только ради чего? Только ради того, чтобы доставить удовольствие какому-то придурку, такому, как я. Да. Ну, спасибо им за это, что ж. Так-с. Хорошо, по крайней мере, что всё так выглядит точно так же, как и было. Ну, практически. Хотя, в целом, конечно, местность немножко обнищала. Солдаты богатые, а вот трофейных вещей нету. И последний, кажется, за пулемётом стоит сейчас. Пора с ним расквитаться за то, что он меня там подцепил и... ...почти полностью сломал мою броню. Да. В этой части игры нельзя сломать эти рупоры орущие. Придётся терпеть и ждать. Пока сами не углов тут. Лец. Да, вон он, пулемётчик стоит, отдыхает там. Сейчас мы с ним разберёмся. Сейчас мы отомстим этой собаке. Что-то никто не бухает, смотрит даже. Ладно. Я-то думал, что он меня не заметит. А он... На! Нажал в глаз. И вот он, мой драгоценный пулемёт. К сожалению, использовать его нельзя. Блин, нечестно. Меня, значит, можно расстреливать, а мне нельзя. Эх, обидно. Зато теперь я около хорошо поднабрал. Вон сколько у меня патронов, вон сколько у меня автоматов трофейных. Вот я и говорю, без этого веса в 5 тонн было бы очень-таки сложно всё это перераскивать к Сидоровичу. А так взял и унёс, всё. Красота. К чин-чинам. Да. О, смотрю, новые военные идут. Может быть, их тоже наведайте, а? Как думаете? Хотя я никого там не вижу. Ну ладно, в принципе, пофиг уже. Как я уже сказал, отряды будут респауниться до бесконечности, поэтому это можно тупо встать в одном месте и всё. И до бесконечности стоять и расстреливать их. А наши цели-то, конечно, не это. Наши цели-то... Ох да, кстати, совсем забыл об этом же рассказать. Я же пропускал все диалоги там. Наша основная цель-то убить стрелка, который на данный момент пытается пробиться к центру зоны. Да, при этом ему помогает маналить. Да, ушёл, а то нет, меня ушли вы на мир. Ну привет. Да уж, голос у Сидорыча стал какой-то совершенно другой. Ну или просто озвучил другой человек. Интересно, почему. Так, ну ладно, мне это не касается. Так, думаю, искать дома уже не стоит, потому что мало ли тут что-то есть. Эй, наёмник! Какими судьбами ты тут? Подходи, пообщаемся! О, волк тогда ещё ходил в противогазе. Зелёный новичок. Так, ну-ка. Не, ну нафиг, все эти дурацкие мелкие квесты. Это сейчас не для нас. О, как хорошо, что можно по-прежнему бесплатно ворвать вещи у них. Такс, но на квесты мы зациклился не будем. У нас тут своих хороших вещей хватает. Такс, кстати говоря, Абакан, он по-моему... Чё, Абакан во всём хуже внезапно? Странно. Вроде как получше автомат, но преемистость меньше, преемистость меньше, всё остальное одинаковое. А, ну да, точно, я же прокачал немножко свой автомат, поэтому Абакан всё-таки лучше, по идее. Такс, ну ладно, подумаем, подумаем, ещё что таскать нужно. А что нет? Уйду и дверь. Здорово, рад тебя видеть. Да уж. Ну всё, давай о деле поговорим. Сидорович у нас стал лысый. И обзавёлся горой аптечек, которые, опять же, своровать нельзя. Эх, ладно. Привет, наёмник. Вот только... Наемник. Не забыл. Такс, у него тоже ассортимент гораздо лучше, чем у него потом будет за через год, то бишь... Да, ну я, пожалуй, пока что обойдусь, мы уже за кадром... Проги, если забудь. Мы уже за кадром повеселимся. Так, Соб, пощики есть. Наверное, не стоило мне, конечно... Привет, брат. А, всё-всё-всё-всё, располагаю. Теперь нужно идти туда, за границу. Такс, ну, в общем, всё то же самое, только немножечко другие задания. Ладненько. Я уже за кадром хотел сказать. Посмотрю там, что можно продать и так далее. Какое оружие лучше выбрать. Пока что побегаем с тем шкалашниковым, чтобы сильно времени на этом не тратить. Такс, ладненько. Эх, красивые мирные локации. Старые, добрые. Вот появились костры, правда, в других местах, где их раньше не было и так далее. Ну, в общем, изменения косметические какие-то всё-таки были сделаны. Так, ну-ка. Тут кто-то, я смотрю, отдыхал? Или типа того? И зачем все эти лагеря нужны, если они, по сути, брошенные остаются? Странно. Ох ты. Машинка. Не стреляй! Не стреляй, пожалуйста! Военный. Забавно. Кто ты, что делать будешь? Ха. На помощь! Вояки нашего брата сталкера бьют! Ладно, хрен с ним пускай живет пока что. Помоги нам, а то будет поздно! Помоги нам, а то будет поздно. Вы, конечно, без меня ничего не можете, тупые дебилы. Ладненько. Попытаемся повоевать. Хе. Да уж, в неожиданном месте, можно сказать, тэнкс. Ну, ладно. На, спасибо, что пришёл. Ох, мы им сейчас сломим. Живучие козлы, а? Более живучие, чем спецназ. Забавно, да? Обычные рядовые, по сути. Зато, какие они анимации выучили, однако. Так. Научились теперь перепрыгивать через укрытие, но вообще. Парни, не расслабляемся. Просто красавцы. Всем спасибо, все свободны. Тихо. Ещё немного подождём. Слава тебе, Господи. Давай, идиота. Так, отбейся, не называется. Без меня, естественно, их бы перемочили тут моментально. Хотя, если бы я играл, конечно, честной сложности, меня бы тоже перемочили моментально. В разбитой-то броньке. Так. Всё, кажется, да? Чё здесь вообще происходит? Почему какие-то маленькие отряды военных воюют с какими-то маленькими отрядами сталкеров? По идее, должны быть, не знаю, широкомасштабные операции проводиться в таком уж плане. Если уж военных убивают, то, по сути. Неужели я настолько пофиг на своих же собственных парней? Да. Ну ладно, я, конечно, зря пытаюсь искать логику в такой аркадной игре, по идее. Такс. Ух ты, неужели там не военные стоят? Невероятно. Потом, конечно, приоритеты поменяются. Интересно, почему... А почему вот эти дебилы, интересно, не прикрыли своих же от военных? Что я говорить под прицелом, мужик? И тут имеется чёрная дыра, в которой они выбрасывают мусор. Да. Туда, кажется, даже можно запрыгнуть или нет, не помню. Ну и пофиг. Ну рассказывай, давай. Нас это всё не волнует, нам главное двигаться по сюжетам. Бец. Я так думаю, что я вступлю вроде к одиночкам, как я это обычно делаю. Хотя, по сути, конечно, выгоднее мочить всех сразу. Но, с другой стороны, надо же хоть кому-то быть дружественным. А вот насчёт свободы и долга, я ещё подумаю. Скорее всего, их буду мочить всех, как в первой части. Нафиг они все нужны. Если я буду всё равно за сталкеров. По сути, мне будет пофиг, что и где. Привет, брат. Что скажешь? А вот это, кстати, внезапно, это была вот эта вот ферма. Обшарпанные два здания с кучей мусора. Здесь гора ящиков, строение, машины, всего прочего. И получается, что прошло меньше года, и всё это разворовали или что? Я не понимаю просто. И кому понадобились все вот эти заборы и так далее, и прочая фигня. Кто к главному? Быстро! Да. Замечательная логика, конечно, у вас, ребятки. Есть что-то на продажу? Так. Вот. Скромная награда. Пленный военный и так далее. Нужно, короче говоря, раздобыть документы, которые наши сталкеры отбили у этих военных вместе с их командиром. Ну, короче говоря, всё по старинке. Только теперь уже... Такой вот, больше размах, можно сказать. Не знаю, как это точно характеризовать. И почему ваш главняк стоит в темноте здесь? Он что, вампир или кто? Может, он оборотень какой-нибудь? Встал тут и стоит, блин. Никто его не увидит, типа. Здорово, наёмник! Альсидоровичек? Короче говоря, нужно поговорить с командиром. Так, сладенько. У нас будет моральный выбор. Можно ли дать ему пистолет, чтобы он мог потом выбраться отсюда или нет. Вот, честно говоря, я даже сам не знаю, давать ли ему пистолет или пошёл он нафиг. С другой стороны, почему бы у меня это? Мне что, жалко? Так, ладно. Короче говоря, он не расколется, пока мы не уничтожим егошких солдафонов на АТП. Там, где раньше бандиты были. То бишь, вот здесь. Так что нужно сначала будет сходить сюда и повоевать там хорошенько. Но я, естественно, сделаю это один, если получится. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, есть у меня чувства. Так, ладненько. Да, уничтожить военных на элеваторе. Всё то же самое, как я и говорил. Да блин, ну что ты встал в проходе, блин? Тупой урод. Как мне бесит этот интеллект иногда? Встану ты, обходи их по крышам, блин, обскакивай, как горный козёл. Да. Охай-ахай, голосом меченого. Ну да ладно. У нас тут такая россыпь точка прям повсюду. Тут он бандит прячется, кажется, да. И тоже с ним никто не воюет. Всем пофиг, что они тут прячутся и так далее. О. Такие всё-таки не АТП, да? Ну ладно. На АТП мы всё равно сходим. Ну, привет. Там есть с кем воевать. А денежки нам опять же нужны. О, наши бегут, молодцы. Будет хотя бы с кого ещё собрать немножко мяса. Да ведь я тут только что был здесь, никого не было. Откуда они все взялись, интересно, а? Ну, понятное дело, конечно, да спаунились. Самый простой ответ. Так, ребятки. Побоюем? Опять же, какой-то слишком неаккуратный, конечно. Ну да ладно. Сойдёт. Самое главное, это бабло, бабло, бабло. Вещи, вещи, вещи. Я обожаю так собирать эти вещи бесконечно. Коллекционировать их. Так. Аллоу. Идиоты. Так. Место сработано. Отряд военных уничтожен. Второй отряд мы засекли на АТП. Наёмник, двигай туда же. Можно передохнуть маленько. Хорошо. Теперь пусть парки служат. Для меня главное, чтобы было с кем воевать и с кого собирать на драгоценный лут тээээкс. Хорошо. По старым домам локациям бегать. Правда, теперь уже можно, конечно, не краситься с ПМ, как я это раньше делал здесь. А бежать в открытую. Ура! Лобовую атаку. Спасибо этой сложности невысокой. Так, ладно, подкадёмся тут всё-таки. Минус два. Наши без меня ничего не могут. Будут стоять и издалека отстреливаться. Ой. Да уж. Взрывы не везли, да, у тебя ли. Так, ладно. Ну, тупые. Да. Давайте. Всё, давайте мне, ребятки. Ой. Но это, пожалуй, мне не нужно. Так. Я такой жадный, что оббирает трупы даже во время боя. На всякий случай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, ну. Забавные костры из кости и палочек бывают иногда. Ой. А, ладно, пускай развлекаются. Я уже сделал всё, что мог. Мне теперь главное собрать с тёплененьких трупов всё самое вкусненькое. Вот теперь я чувствую, мне хватит денег, чтобы поапгрейдить свой... ... ...как же обойтись без голливудских выстрелов. Без своих дружков в Халецком у Польши не на что надеяться. Теперь мы расколем эту армейскую крысу. Я имею в виду без взрывов. Возвращайся на базу. Нет бы мне хоть спасибо сказать, что я тут перемачивал десяток военных. В одиночку пока они тут развлекались, блин. О, флешку с кого-то поднял. Кто это из них? Генерал? Нифига себе. У них кто ещё и генерал, оказывается, за своими ходит. Ну, невероятно прям вообще. Ну-ка, чего у него на флешке? Данные балансировки автоматики. Ну, ладно. Самые крутые апгрейды, опять же, можно только получить с флешками. Хотя их, конечно, крутость, она тоже довольно-таки сомнительная. Ну, посмотрим. Надо бы накопить бабла, а уже потом париться с апгрейдиками. Такс. Было бы с чего, главное, накопить. Ой, патрон, супер. Калаштика, супер. Да уж. Халява, это хорошо. Ой, ещё шикарно, замечательно. Как я и говорил, просто вот, просто не могу играть. Не подбирая всё это дело, не коллекционеря его, не продавая. Не набивая свои карманищи бездонные всем этим делом. Просто очень интересно и увлекательно. Такс. Ладно, всё, забиваем на это дело и возвращаемся назад. У меня уже полностью убитый бронежилет. По-моему, легче купить новый, чем этот чадить, правильно? Там новый, кажется, стоит 606 тысяч с чем-то. Сталкерский, так что... Так что да, пока что разрядим, по ходу дела, оружиться. Ах, замечательно. Ну да, в целом, конечно, игра стала, как мне кажется, немножко получше. Во всяком случае, боёвка стала повеселее. Но только враги, конечно, тупят невероятно. Но когда они не тупят, то довольно-таки интересно всё это дело делать. Да, в целом. Но всё-таки мне интересно, как же они всё это разграбят-то, а? Да. О. Ладно. Сейчас, сначала стрим, то что у нас тут новенького появилось. Халявка, халявка, халявка. Всё, тоже у меня пистолетик какой-то унылый. Да. Ага. Сейчас получим свою прочитающуюся награду и сможем вступить в сталкерский отряд. Ну ты видишь, к чему привело твоё упрямство? И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спретал. Ладно, кейс. Я скажу. На старой мельнице кейс. Под крышей. Смотри-ка, раскололся. Загнильцовой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Всё, что найдёшь, тащи к Сидоровичу. Небось, заждался уже. Так, ну что, можно мне вступить в сталкер или нет? А, да же, как отлично. Конечно, что может быть? Замечательно, новый детектор дали. Хорошо. Так, ну вот и всё. Теперь сталкер для меня снова друзья. Я снова чувствую себя человеком. И ещё у меня новый детектор, который указывает направление к артефакту. Очень полезная вещь. Так, сэээ... Я, наверное, не помешает починиться немножко. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Так. Если что ещё понадобится, заходи. Всего-то 2 500. Ну, я даже не знаю. По идее, конечно, выгоднее было бы купить новый бронежилет, по сути, чем этот продавать. Что могу предложить? Эй, куда делся сталкерский кабинет? А, нет, собственно, я топлю. Ну, Сидорович, я так что топаем к нему. Ладно, на этом, думаю, пока что серый завершим. Ну, всё равно. Прогресс пока что какой-то есть. Сейчас нас направят, собственно, по делу, наконец-то. Больше никому помогать, кажется, не нужно. Ну, или почти не нужно. Короче говоря, эм... Продолжаем бегать по следам стрелка, только теперь уже в рядах сталкеров. Ну, это хорошо, да. Здорово, дружище! У сталкеров, собственно, война оккупировок с бандитами. У нас, смотрю, отрядов много, и ресурсов много, у бандитов меньше. Ну, хоть где-то логика есть, наконец-то, да. Но, тем не менее, у нас по всем пунктам мы всё ещё проваливаемся. Невероятно. Ну, и ладно. Как я уже сказал, война оккупировок это чисто... Ой, забыл. Война оккупировок это чисто для... Виду. Толкотнее нет. В третьей части её уже не будет, то бишь в Зове Припяти. Поэтому не особо она и нужна. Так-с... Ладно. Может, это что-нибудь ещё вкусное есть, а? Для меня сейчас всё пригодится. Всё, что можно продать или съесть. Так-с... Ага, вот он, весь. Отлично, наёмник! Сдумай тебя с кейфом! Я бы лучше всё-таки скрыл и себе забрал. Слушай, мне как-то всё равно, что вы там делаете. Ну, нет, к сожалению, нет. Можно только отдать Сидоровичу. Что ж поделаешь. Так-с... Думаю, да, в целом можно уже забить на пистолет. У меня уже, блин, 1285 патронов. Я думаю, этого надолго хватит. Хотя, конечно, если бы я играл на максимальной сложности, у меня было бы раза где-то в три меньше. Так, ну, с другой стороны, как я уже сказал, на максимальной сложности будет слишком геморройно. Я, извините, играю всё-таки не ради этого. А скорее ради удовольствия. Ну-ка. Может быть, гранаткой метнуть, а? Нет, нету. Подешевле, мне их уже 27 штук, офигеть. Ура, ребятки! Ну да, он старался, по всей видимости, да? Давайте, ребятки, воюйте, воюйте со свиньями. Вы это умеете. Кого ждать-то, идиоты? Вы ещё не замочили их. Да, мы покланы, однако. Ладно, сейчас быстренько сдадим квест и закончим серию уже. Как раз вот за кадром я перепродаю всю эту фигню и уже точно буду знать, что и как мне нужно. Здесь какие денежки. Ой, гранат теперь так красиво анимировано. Теперь у нас хватит зелёных, чтобы дать по шее любому, кто поднимет руку на нашего брата. Так, ребята, слушайте сюда. Серьёзно? Можно захватить контроль над трупами, ведущими на кордон. Если дело выгорит, ни одна бандитская вразина выстрел не подойдёт к нашей базе. Да, забавно. Я даже ничего не делал. Тут наши без меня уже что-то пытаются сварганить. Но это, опять же, бесполезно. Всё равно будем проигрывать и проигрывать и проигрывать. Так что смело на это забиваем, как я уже сказал. Так. Спасибо, наёмник. Будет ещё что-то? Всё, что ли? Ну, блин, замечательно. Мог бы хотя бы что-то сказать. Вот чуть-чуть дигров, информацию о глыке. Вот я, получается, спарился всё это время только для того, чтобы получить информацию о каких-то диггерах, в которых нужно получить информацию на свалке. Да, геморрой ещё не закончен, и бегать нам предстоит много. Целая грая бандитов ещё осталась. Да. Повеселимся пока что ещё знатно, наверное. Но уже, опять же, в следующей серии, а то я уже прямо устал. Нужно отдохнуть от всего этого действия и продать весь свой хава. Пока что это всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...